ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ Моделирование – это специфический метод системной экологии, основанный на построении, проверке, исследовании модели и ее интерпретации. Метод дает возможность исследовать не сами системы, а их модели. Одним из ведущих мировых специалистов в области моделирования лесных экосистем является Александр Комаров. Он является заведующим лабораторией моделирования экосистемы Института физико-химических и биологических проблем, почвоведения, РАН, а также членом правления Международного общества по моделированию в экологии. В Казанском федеральном Александр Комаров прочитал студентам лекции на тему моделирования глобальных изменений климата, модели динамики органического вещества почвы, модели динамики лесных экосистем. Луиза Сагдеева, Леонард Влетьяров, Универньюс. Одним из важнейших событий прошедшей недели стал визит в Татарстан представителей компании Pfizer. Ведущая биофармацевтическая компания мира сотрудничает со специалистами здравоохранения, государственными органами и местными сообществами с целью обеспечения и расширения доступности надежной, качественной медицинской помощи по всему миру. В Доме правительства Татарстана состояла встреча президента Республики Рустама Миниханова, помощника президента по экономическим вопросам Айрата Хайролина, ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафорова и главы представительства компании Pfizer в Российской Федерации Данила Блинова. Стороны обсудили вопросы сотрудничества одной из крупнейших мировых фармацевтических компаний с ведущим вузом республики. Как сообщает Пресс-служба президента, в Татарстане планируется реализация ряда образовательных и исследовательских программ в области фармакологии. В период весенних праздников в лагере Байтик собрались самые целеустремленные студенты КФУ. Они приняли участие в школе актива. Организаторами школы выступил Департамент по молодежной политике КФУ, Координационный совет общественных студенческих организаций и объединений. В комфортных условиях детского оздоровительного лагеря Байтик для самых активных студентов Казанского федерального со всей республики на протяжении трех дней проводились креативные интеллектуальные игры, тренинги и мастер-классы. В этом году программа смены была направлена преимущественно на командообразование и социальное проектирование. Приехали очень крутые ребята из различных муниципальных районов республики, из Елабуги, из набережных Челунов, из Казани, из Казанского федерального университета. Ребята очень заряженные, ребята заинтересованные, самое главное. Какие цели мы для себя ставили, мы достигли их и ожидаем результаты в полной мере достигнут. Праздничные дни, проведенные в Байтике, оказались максимально насыщенными и продуктивными. По словам участников, они получили бесценный опыт, незабываемые эмоции и новые приятные знакомства. Школа Аксива обещает надолго остаться в памяти студентов. За короткое время проведения участники успели стать одной большой дружной семьей. Ну а сейчас ты узнаешь новости вызов со всего мира. В мире. В Стэнфордском университете разработали бумажный микроскоп стоимостью меньше одного доллара. Основным мотивом для создания микроскопа стала борьба с малярией. В развивающихся странах для диагностики малярии необходимо проводить около миллиарда микроскопических исследований образцов крови в год. Бумажный микроскоп легко помещается в карман, весит меньше 10 граммов, может использоваться для светлопольной, темнопольной, поляризационной и люминесцентной микроскопии. И даже работать в качестве проектора. Одной батарейки хватает на 50 часов работы. Микроскоп без проблем переносит довольно грубое обращение. На него даже можно наступать. Его можно ронять на пол. Он способен выдержать все, что может выдержать кусок картона. Качество изображения микроскопа вполне достаточно для определения разных типов инфекций в полевых условиях. В России ученые Сибирской автомобильно-дорожной академии изобрели способ укрепления ледовых переправ с помощью полимеров. Специальная сетка из геосинтетических материалов закладывается в ледовое основание будущей переправы, увеличивая ее грузоподъемность на 70%. Ученые уже провели лабораторные испытания технологий и опытное строительство переправы в Танковом инженерном институте. Разработку планируется применить уже следующей зимой на Большереченской или Черлакской ледовой переправе в Омской области. В Татарстане на базе Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева с 10 по 14 марта проводится студенческий фестиваль «Дни пиар» в Казани. В рамках фестиваля пройдет 11-я Всероссийская олимпиада по направлению подготовки, рекламы и связи с общественностью, участниками которой являются студенты со всей России. По результатам олимпиады три ее призера, получившие максимальное число баллов по итогам тестирования и конкурса пресс-релизов, получат единовременные стипендии президента России Владимира Владимировича Путина. В программе фестиваля «Дни пиар» в Казани также предусмотрена серия мастер-классов от известных медиаперсон. А на этом у меня все. Спасибо, Ралина. Социальные плакаты привлекают внимание своими неоднозначными слоганами в сочетании с изображением. Выставка, посвященная таким плакатам, проходит сейчас в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан. В последнее время рекламщики пытаются всеми силами привлечь наше внимание к социальным проблемам. Тема причинения вреда окружающей среде, проблемы алкоголизма и наркомания остаются по сей день актуальными. Студенты профессионального колледжа номер 41 представили свой проект «Социальный плакат глазами студентов», где показали то, что волнует общество сегодня. Плакат – это то, что заставляет человека задуматься о окружающем мире, о том, что в нем происходит, о каких-то событиях. В социальном плакате важно найти какую-то изюминку, что-то необычное, что заставляет нас остановиться, посмотреть, увидеть эту вещь. И, конечно же, понять, для чего она сделана. Вкупе события. В этом году колледжу номер 41 исполняется 50 лет. Здесь обучают многим профессиям, в том числе и дают профессиональные навыки качественной съемки. Именно учащиеся на отделении фотографии подготовили проект «Социальный плакат глазами студентов». Сюда приходят все более увлеченные, конкретно увлеченные люди. То есть случайных людей становится меньше. Бытует такое мнение, что фотография – это очень легко. Что любой может взять фотоаппарат и нащелкать шедевров. Вот я категорически с этим не согласен. И как раз число людей, которые собираются научиться, то есть приходят уже люди, владеющие техникой, которые уже снимают, уже снимают неплохо. И они хотят еще снимать лучше. Для этого докопаться до самых сокровенных каких-то тайн. И вот таких людей становится больше, и мы это очень приветствуем. Кроме фотографов, колледжа обучают таким нужным профессиям, как дизайнер, парикмахер, повар и другие. Студенты здесь нередко представляют свои работы на всеобщее обозрение. И канун женского дня не стал исключением. Воспитанники колледжа устроили показ мод. Не обошлось и без художественной самодеятельности. В общем, колледж воспитывает действительно талантливую молодежь, которую есть, что показать нашему городу. Ксения Балберова, Руслан Урозаев, Ниверньюз. Казань открыла рот. В минувшие выходные в Центре современной культуры «Смена» состоялся отборочный этап Всероссийского чемпионата по чтению вслух. В этом году участие в нем приняли 12 чтецов. Кто стал победителем и кому выпала честь представлять Казань в финальной битве, которая пройдет в Архангельске, расскажет Марта Луканина. Традиция литературных поединков имеет свое начало еще в Древней Греции. Существует предание о поэтическом поединке Гомера с Гесиодом, описанное в сочинении состязания Гомера и Гесиода, созданном не позднее III века до н.э. Поэты встретились на острове ФБИ на играх в честь погибшего амфидема и читали каждый свои лучшие стихи. В России самыми известными литературными поединками считаются поэтические дуэли между Маяковским и Есениным. Теперь же, спустя почти 100 лет, литературные батлы снова обретают популярность. Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» был изобретен в Новосибирске. Формат проведения демократичный. Участники читают заранее выбранные организаторами неизвестный отрывок из книги. Жюри оценивает технику чтения и артистизм. Главный критерий отбора – это харизма. Если человек интересен, если его хочется слушать, даже если он несет полную чушь или, может быть, ошибается в тексте, я думаю, что его ждет успех. Жюри собралось по-настоящему звездное и профессиональное. Судили ребят главный режиссер театра Камала Фарид Бекчентаев, ведущий радиостанции БИМ-радио Павел Федоровский, художник Рашид Ухватулин и многие другие. Главная прелесть фестиваля «Открой рот» – здесь все делаете для того, чтобы было прикольно. Если человек влажает, то это видят все, и подсуживать ему нет смысла. Если бы вместо тех ребят, которые сегодня такие, некоторые из них очень титулованные, как парит Равкадши Бекчентаевы, если бы вместо них посадили просто людей с улицы, бабушку, вот здесь с колхозного рынка, проходившую мимо, на электричку в Канаж, я думаю, результат был такой же, абсолютно такой же, потому что тут эмоции, ты не будешь врать. Ты либо веришь человеку, либо его интересно слушать, либо нет. В творческой схватке все были на равных. Друг против друга сражались и преподаватели, и студенты. Мне вообще нравится такая движуха молодежная. Я себя не считаю, вернее, считаю нужным быть на волне в современности. Тем более, я преподаватель, мне надо нарабатывать свои навыки, а это прекрасный пример их наработать, обменить свои слабые, сильные стороны. Я филолог, это интересно. Это опыт публичных выступлений. Это интересно, это новый проект. Я раньше не слышала о таком. Я слышала, что бывает, что читают стихи, которые заранее готовят. А тут экспромт, это интересно. Участники и гости чемпионата начали мериться своими талантами еще задолго до начала мероприятия. Из каждого уголка смены доносили стихотворение. Воспел Баян Русь. Струны жили в его руках. Он спускался подобно, как облако, по волнам течет небо. Рамов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров. Мир и горе мимо, мимо Мекки и Рима. Синим солнцем полимы, идут по земле пилигримы. Высшая сила. Дай мне разум и душевный покой, чтобы принять то, что я не в силах изменить. Дай мне мужество, чтобы изменить то, что я могу. И дай мне мудрость, чтобы отличить первое от второго. Как только был дан официальный старт батла, страсти начали накаляться. В первом туре с листа читали незнакомые тексты на татарском языке. Наличие этого задания – изюминка казанского турнира. Чичики были не готовы к такому обороту. Носителей татарского языка было маловато, и посему участники старались правильно произнести татарские слова, на что затратили массу энергии. Пострадали техника и артистизм – два критерия, по которым осуществлялось судейство. Однако, чем дольше длился чемпионат, тем больше раскрепощались участники. К концу фестиваля чичики полностью сбросили оковы, и наблюдать стало веселее. Змея крестьянина пришла проситься в дом. Но не буду с дома жить без дела. Не нянчить у него детей она хотела. Хлеб слаще, нажит и трудов. Как ты играли! Играли! Победителем казанского отборочного этапа Всероссийского чемпионата по чтению вслух «Открой рот» стал Антон Шутов. Именно ему предоставится честь представлять Казань на финальной игре в Архангельске. Марта Луканина, Руслан Урманов, университет. У каждого из нас своя весна. Для кого-то это время любви и новых знакомств, для кого-то благожданная солнечная погода, но для студентов КФУ это прежде всего фестиваль «Студенческая весна». Накануне состоялся концерт от Высшей школы информационных технологий и информационных систем, Института геологии и нефтегазовых технологий. Ну а сегодня на сцене культурно-спортивного комплекса «Уникс» перенимут устафетную палочку Институт математики и механики имени Лобачевского и Институт экологии и географии. Если вдруг ты не можешь посетить самый весенний студенческий фестиваль, то знай, что зрелищное шоу студентов КФУ можно смотреть каждый день на нашем сайте в режиме онлайн. Будь с нами, держи руку на пульсе студенческой весны. Казанская молодежь впереди планеты всей. Поклонники кельтской музыки уже отпраздновали День Святого Патрика со всеми полагающимися атрибутами. В центре событий побывала и наша съемочная группа. День Святого Патрика – традиционный ирландский праздник, разошедшийся по всему миру. В современном понимании это праздник веселья, танцев и дружеского настроения. Потому основным местом его проведения становятся пабы и клубы. В Казани популярность этого праздника все нарастает. И во многом этому способствует группа Random Real. Сделали парады. Первые мы начали давать такие крупные концерты клубного формата на День Святого Патрика. До этого были тоже концерты на День Святого Патрика, но более академические. На концерте, посвященном выходу нового альбома группы, праздничное настроение было повсюду. Ирландские танцы, национальные традиции и, конечно же, соответствующая музыка. Мелодии и песни кельских народов закружили всех в хороводе веселья и надолго запомнили гостям праздника. Лилия Равилова, Руслан Урманов, Универньюз. Вот и все новости на сегодня. Будь в курсе самых актуальных новостей студенчества «Месяц. Универс. Смотри». Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин